Мы по твоему поводу решили действительно перейти на компьютер. Давай, врубайся, находи лучшие рестораны, блюда, и в виртуальном режиме обедай, платить не надо, ешь чего хочешь, пей, чего хочешь. Мы вот с отцом уже переходим, и ты давай. Как так? Ну, ты же знаешь, давай. Проходит час, два, три, к вечеру он уже скулит. На следующий день, как миленький, приходит, и поест сначала спасибо, скажет вечер, и компьютер, когда говорит, пойди погуляй, пойди принеси, помоги, чем очень быстро отлагает от компьютера. Он не отвлекает совсем, вот работает, но когда нужно, действительно, необходимо. Вот это самое лучшее ручное управление поколения, иначе все это идет в разнос. Знаете, я серьезно говорю, вот сейчас это проблема, аналитики нормальные, серьезные люди, неоприцательные. Вот они все посчитали, идет регресс человеческий. С одной стороны здорово вроде бы, с другой стороны полные девушки. И еще одна проблема. Самая, у меня одна здесь где-то в книжке, там, глава из одного журнала такого, закрытого, мне как-то спецслужба, ну, такое не очень открытое, так скажем, собрание лет 10 назад, меня попросили выступить там с докладом с одним, Юрий Иванович Дроздов создает, еще там какие-то 90 лет будет нашему великому человеку, Юрий Иванович Дроздов, в сентябре 20-го, что ли, числа, ну, не знаю, смогу поехать или нет, потому что тысячу лет в эти дни отмечается Старая Руссия. Это героический город, забытый Россией, настоящий, небольшой город, который огромные на себя принял удары за тысячу лет, и вот последний раз спасал Питер, это все Старая Руссия, получил, и, наконец, Путин приезжал, месяцы три назад поручил им орден, значит, воинской славы. Вот на тысячу лет, наверное, вот придется перед Юрием Ивановичем извиниться, и, так сказать, туда, наверное, поеду, и посмотрим, как здоровье получился. Вот, так вот, я выступил с докладом, дело не в том, что доклад хороший там, но хорошее дело в том, что меня попросили выступить, потому что где статья появилась, сразу за название, потом я, конечно, прочитал доклад, и я его в книжке опубликовал. Называется так, культура основы безопасности человечества. А это так и есть, сейчас, слава богу, стали понимать. А что такое культура? Культура, это не то, что, вот, сколько у тебя, сколько ты языков ставишь, сколько у тебя званий академических, тем более дворовых, академиков, собак, нерезных, самозванных сейчас появилось, да, и так далее. Значит, твои, какой у тебя ран культура, как определить культуру? Дипломов, количество там, званий, все фигня. Культура, это вот и есть, это врожденные чувства, с учетом информационной добавки. А у человека дано, он просто должен понимать. Культура, это язык, это история, это понятие, что ты, кто ты, и, значит, это отличает человека, человек простой может быть гораздо культурнее какого-нибудь заслуженного академика, потому что он считается с мнением другого, он работает и не живет за чужой счет, понимает, что он часть общего, большой семьи, страна, целый-целый коммерчный набор слов. Теперь, культурный человек порядочный, он честно работает, он служит не за деньги, а за, так сказать, не за страх, а за совесть, он не наркоман, не пьяница, не бандит, не ворюга, не так далее. И если человек культурный, то есть самоорганизованный, три четверти проблем у любой страны сами по себе отпадают, понимаете, в чем дело. Что такое культура? А у нас культура, после физкультуры и спорта была, да, к сожалению, но еще после. А теперь вообще, даже физкультура, забыли слово, ведь девочка, мальчик занимается спортом. А раньше всегда было написано, физкультура и спорт, потому что это разные вещи. Физкультура и физическая культура, которая касается каждого из нас. Это твое здоровье физическое, тогда это нужно замечательно. А спорт, это одна десятая процента, это уже профессия. Поэтому, когда называют спорт и физкультуру забываем, это совершенно принципиально неправильная постановка вопроса. Физкультура одно, а спорт это профессионал, вот они там бегают, мотаются там миллионами, размахиваются и так далее, подсчитывают там тренеров, меняют там, как шабах не ездят. Нужно, нужно, но основа это физкультура. А спорт это тоже, дай бог. Я согласен был, чтобы наши спортсмены, я очень много знаю, выдающих съездил, в Сараево, это все мято-туранское Сараево, на Олимпиаду, на Чемпионат мира попросили в составе команды, и, как я говорю, всего, в 82-м году в Испанию ездил с ребятами, когда нас засушили по-черному, все против нас, это вот я могу подтвердить, я объездил много, десятки старых, есть люди везде хорошие и плохие, но отношения к нам воспитываются самые гадкие, на вранье, на лжи, вот сейчас происходит это с Украиной, вы прекрасно это видите. Ничего нового для меня, например, нет, я это все прошу. Поэтому культура, конечно, основа всего. Культура, это, понимаете, ну как бы сказать, как где-то формула, я ее забыл, формулу я вывел, это разумное использование полученных знаний и умений, как-то вот так, понимаете, вот тебе дали от дедов, от истории, от предыдущего цивилизации, от великих и так далее, тебе дали, и культура человека, он разумно этим использует, по благо себе, народу, стране, человеческому, какого-то, это культура, использование разумно. А когда, сегодняшняя проблема какая? Да я, культура, от полюса, у меня такая песня есть, от полюса до полюса, культура ниже пояса, а интеллект на уровне попал. Там такая вот, лет 15 назад им все. К сожалению, это так. Поэтому культура в мире упала колоссально во всем мире. У нас еще держат, кто тоже поехал уже с этими компьютерами, понимаете? Попса, эти звезды все время звезут. А звездилые и звезданутые, понимаете? Сплошные 25 лет не слезают с экрана, причем одни и те же, одну и ту же хинею несут на телевидении, на Красной площади, на этих всех попсовых мероприятиях. Ну, вы понимаете, это беда. Ну, какие-то уже, ладно, ну кому-то за это время масса же людей по стране, миллионы талантливых людей. И не только нужно рассказывать, какие великие там, значит, певцы, певицы, певихи и так далее. Ну, масса еще, проблема какая сегодня? Не хватает примеров достойных подражаний. Вот ведь самая большая проблема. Человек воспитывается по образу и подобию, берет пример с родителей, с соседей со двора, со старших товарищей, с братьев, сестер. Если повезет рядом нормальные люди, человек воспитывается нормальным человеком. А если не везет молодым людям, сейчас он с детства видит вокруг ахинею, наркоту по телевидению с утра до вечера, бандиты какие-то и так далее, и так далее, все отрицательное, все разгол, разброд, пьянство, наркоманы. Он не воспитывается, потому что все его доброе, не нужно общество. Он понимает, что его правительство, надо только, только ты с одним, ты с одним, я с двумя выйду. Ведь проблема какая? Проблема в стране очень простая. Разделили на классы, масса в класс, разогнали. Кто-то взял, говорит, ты богатый, ты бедный, это просто, ты нищий, ты там ясно, ты скалозабленный, ты там жулик, но богатый, ты себя назначил. А вот средний класс никак, если бы решили, все проблемы были. А что такое средний класс? Что это? Образование, интеллект или лавочка с овощами, или там, скажем, с наркотой, да? Вот он по состоянию, он, так сказать, уже может быть и богатым. Разделение, это огромная проблема, это вот разделение на класс. Глаз в общество. А это класс в общество что такое? Это классовая борьба идет, они не понимают, что? Это классовая борьба, потому что бедный и богатый, нищий и голодный, понимаете, не будет никогда друзьями на этом деле. В России главным всегда был критерием какой? Справедливость. Не богатство, нет, не зависть. Это бывает отдельно, но это не философия. Общее это справедливость. Потому что если ты построил 100 километров дороги и получил 100 миллиардов, да тебе еще 200, строй 200 километров дороги. Правильно я говорю? Но если ты ничего не сделал, ограбил, там какую-то просаду, какие-то яхты, дворцы, тебе за это ничего не бывает? Вот в чем проблема. Справедливость нужна. Поэтому вот это соединить общество очень трудно. Нужна справедливость. Но жизнь заставляет, так сказать, мозги прочищать. И все говорят, вот на сегодняшний день я считаю, до сегодняшнего, я до войны еще родился и всю войну, можно сказать, при фронтовом госпитале жил. В Яловской больнице, это в центре Москвы, а я во дворе, я родился на Родичевской, и во дворе Яловской больницы жил. Там был госпиталь с первой войны. Часовые там стояли, все. И вот первое моё выступление началось, значит, когда, это новогодние вечера с 41 на 42 год. В госпитале, значит, у меня там мать, я, первое, сестра, вторая, тетка, дедка. Врач, очень короче, у меня с медициной, мы во дворе в коммуналке жили. Так вот детей собирали, палаты, а палаты не было, это дворец знаменитый был. Там огромные просторы, 50-70, вот мальчишек, девчонок, плясали, прыгали, на табуретки наставили, так далее. Это первые концерты начались, понимаете, первое выступление. Это очень важно, почувствовать свою нужность с детства, нужность. Я когда что-то прыгал, плясал, пел, я не очень понимал, какие-то я знал, много всяких там спичеков, но я понимал, что это нужно. Я не просто разговариваю свое удовольствие, вот я им доставляю радость, вот они переломанные, перебитые, но они мне подпевают, или улыбаются, такой кусок сухаря, шум, и так далее. Я знал, что, понимал, что это нужно, вот сейчас, тем более в это сложное, общее, проблемное время для страны, это нужно. Вот это чувство, так сказать, единения, на этом страна спасалась веками. Последние тысячи лет, 650 лет войны в России, никто об этом не говорит, 650 лет войны. И все эти шакалы шли на нас всегда, было, есть и будет, так, ничего удивительного. Лишнее подтверждение, это сегодняшние все события на Украине. Так вот, главное, это точка опоры. Человек, это прежде всего, повторяю, угловок убеждения, это прежде всего язык, и второе, история. История никогда кто правил, а история, это опыт поколений. На собственной шкуре наши прапрадеды поняли, что такое хорошо, что такое плохо. Горбом этот капитал наш или территорию, уголь здоровая, само собой, но главное, суть, смысл жизни, как нужно жить, а как не надо жить. Вот это, вот что такое история, опыт поколений. А когда мы не знаем, мы каждый раз опять, значит, морды об стол, на те же грабли, вот то, что было в 825-м, 817-м и так далее, стравливают нас, сейчас стравливают нас, это все нужно, просто встань человек, он не пойдет. Общество знает, руководство знает, они не допустят этого. А если ни хрена не знают, вот, значит, мы опять очередной раз в это дерево, значит, демократическое, и суемся, и друг на друга, значит, всяко, так сказать, прыгаем. Так вот, точка опоры была, для меня, вот одну книжку я назвал, точка опоры, это вот, вы берете второй том, а первый-то где? Ничего, это первый, где, есть? Ничего, это второй том, вот первый, вот называется, видите, он называется, точка опоры, это первый том, 650 страниц, а второй, будь человеком, или как там, будь человеком, а второй, это 500, 600, 150, это фактически три тома. И там пять разделов жанров в одном и пять в другом, где пьесы, где поэмы, стихи, песни, там, и так далее, и так далее, это разные книжки. Так вот, точка опоры на сегодняшний день, до недавнего прошлого, по этому глубокому убеждению, как мальчишка, сказать, военной поры, была одна. Да, это день победы 9 мая 45-го года. Вот в это трудное время, все-таки 9 мая нас можно было собрать, и мы сами никого не спрашивали, приходили там, сказать, праздновали, отмечали последние мерзкие годы предательские, как они многие были предательские, к сожалению, в этом беда, эти наказанные подлецы. Ну вот, и 9 мая 45-го года. Не хватало, не хватало, потому что мало этого было, да? Так вот, на мысли, появилась вторая точка опоры, очень серьезная, поэтому, знаешь, западные все там, кстати, продажные шкуры заволновались. А вторая точка опоры, это Крым. Крым пробудил, особенно молодежь, чтобы вспомнить, как воспрямил народ, ребята, мы не дерьмо, мы как-то можем отставить свои интересы, можем сказать нет, можем своих там преданных, миллионы людей хотя бы часть оторвать. Когда это появилось, то это возвращение, как это называется, присоединение Крым. Я позвонил всех, кому мог, на самый верх, и говорю, забудьте слово присоединение. Есть понятное слово, возвращение, это другое совсем. Возвращение. На Родину всегда был Крым нашим. Так вот, возвращение, а не присоединение. От них отсоединились, а к нам присоединение. Возвращение. Точка опоры, вторая была точка опоры, это Крым. И сейчас появилась как это на радость, я считаю, огромная радость, еще потенциал этого события оценен не очень, но тем не менее это третья точка опоры. Это бессмертный полк. Это когда миллионы вышли. 12, на самом деле 14 миллионов. И никто их особо не организовывал, и конечно не платил, и не гнал палкой. И раньше было это все, ну понемножку. А всерьез начали, в прошлом году всерьез. Это мы с Васей Ивановым вышли, там конечно не мы готовили, там все это, так сказать, народ там готовил. Вышли на Поклонной горе. И когда глянули, впереди там народ прошли немножко, потому что там невозможно было хождение, как хотели идти от Киевского храма. Вот я сказал, посмотри, Вася, сколько народа. От этой стелы до Бородинской арки. Вот это все было в народе. Уже тогда. 1150 уже тогда было, представляете? Вот это 9 мая прошлого года. Вот серьезно, по стране пошло. А в этот раз 12 прошло миллионов, посчитали. Я с утра был на Красной площади. В 6.15 я вышел в прямом эфире Первого канала. Поздравил страну. В конце доброго утра. В конце тоже закончил. Второй раз вышел. Начал второй раз. Это где-то 8.30 было. И сказал, вот сейчас я иду на Красную площадь. Вот фотографии отца моего, который Ржев прошел там год с лишним. Потом Дахава, Букин-Валь и так далее. Я прочерный гражданин города Ржев. Я говорю, я вот с этой фотографии иду на Красную площадь. Там третий раз вышел. Потом четвертый еще, и пятый, и шестой еще перед салютом выступал, когда все сидели там. Китаец там, все и так далее. С Путиным там, все команды сидел. Так что целый день работал. Я вам дало сказать, я когда уходил, я думал, ну с трех до четырех, а потом я успею домой забежать. Ничего подобного. Я ушел, не мог оторваться, потому что, значит, это вот шесть, пять выходов было по первому каналу, а один выход вот пятый из шести. Это вот где был Шолоднев, Михалков, вот это второй канал. Дальше прямая трансляция была. Значит, вот какие-то города разные. Говорят, Михалыч, сейчас, сейчас, сейчас. А где стояли, ждали? Там Саша Михалов, Койбурляет там все. Я говорю, Михалыч, сейчас, сейчас, сейчас. Я говорю, да я пойду. Нет, нет, сейчас, попросили меня остаться. И я счастлив был, что остался. Значит, это с другой стороны площади, память к Минину Пожарскому, там маленький такой вот скверик, такой стоял ОМОН вот так, метров на шесть-семь от площадки Киргзенчика там, значит, была, вот поднялись туда. И я, когда увидел вот эту, это, я скажу, не река, это лавина была, это крестный ход России был. И не спрашивал, какой там возраст, национальность, партия, все, все, все дерьмо это было. Просто шла огромная, радостная, такая победоносная, какая-то светлая семья огромная. Я вспомнил советское, я вспомнил эти 9 мая 45-го. Это поразительный был крестный ход. Вот эта река растекалась прям вот так вот, вы знаете, поразие ощущения. Еще кто-то вспомнил, вот вспомнили это встречение Ванги лет 20 назад, она где-то там предсказала, много чего говорила, но это ладно. Кто-то видит, кто-то нет, но она фразу, я бы сказала, когда ее не поняли. Вот зарождение России начнется тогда, когда в России мертвые встанут рядом с живыми. Это прозвучало 20-15 лет назад, как такая какая-то эмоциональная, так сказать, информация. И вдруг мы вспомнили, стоя вот над этим морем, океаном, вот это вспомнили, эту фразу. Я вам должен сказать, это какое-то было, ну не мурашки по коже само собой, это просто другое измерение. Мы увидели, как будто эти фотографии, вот люди живут, и эти живые идут, и вот эти фотографии идут на нас. Вот у меня вечер не сентиментальный какой-то, знаете, я просто в какое-то другое измерение попал. Как будто они все идут, действительно эти тысячи и тысячи людей, вот так вот, это масса-то шла, радостная, светлая, мощная. Вот ощущение было потрясающее, понимаете. И сейчас беспертый полк, значит, это важнее, я не говорил об этом, не везде говорю. Это важнее, даже намного, чем прекрасный, великолепный был военный парад. Почему? Потому что все технику эту самую делают люди. И используют ее люди. Человек самый главный, он важнее любых техник. Вот это создали, вот эти самые люди, которые шли, несмотря на все трудности, создали эти всякую новейшую технику. И, кстати, она новейшая, которая еще была 30, 40, 20 лет назад, просто ее не пускали. Вот и все, чтобы вы знали, почему так быстро делают. И новые делаются, но огромные заделы, еще на 50 лет, есть в оборонке, уникальных разработок. И на МАШ, там уже в 70-х готовили, уже отдельный рассказ, готовили, чтобы полет. Поломали же все, не мерзаться. Вот, и, значит, что важно было. Это третья точка опоры. И когда я уходил уже с площади ненадолго, это уже было до 6, а я уходил где-то уже полседьмого, наверное, уже там от работы к Елене, уходил. У меня где-то убит, там сидит, у меня много было загонок, ну правильно. Я уходил, рамки закрыты были. Это 500 тысяч по рамкам считали на Красной площади, 500 тысяч. А на самом деле я вышел, Манеж был битком, и шли уже без рамок. И машина дождала меня от телеграфа до Пушкинской, все было в народе. Значит, еще минимум 100 тысяч, вам 600, да? А по стране посчитали 14 миллионов, вот на самом деле. Так вот, сейчас, в Вязьме 2 июня было учреждение, собрались, значит, руководители большинства полка за всей Россией, семейские регионы приехали. И учредили такой, значит, штаб полка, чтобы он не развалился, чтобы он работал все время. Ну вот, я там руководство согласился войти, там отдельно еще работал много. Но, тем не менее, вот эта третья точка опоры, она была, есть и будет, потому что необходимо влачение народа. И нас воспитывали человек к человеку друг, товарищ и брат. И это правильно было. Мы могли друг с другом не ладить, пятый, десятый, но когда было всем хреново, все вставали и за счет. И тогда, как в войну, как в любую экстремальную ситуацию, человек познается, как никогда. Кто-то есть, понимаете? Кто-то бежит вот так, кто-то в обратную сторону. Тут уже не скроешься под всякими лозунгами, красивыми и так далее, и так далее. Поэтому, значит, самое главное, конечно, спокойное объединение на чем-то очень значимом. А значимым, повторяю, это история, язык, это общность интересов. И чтобы всем было хорошо, должен каждый принять в этом участие. Так вот, культурная часть в том, чтобы этот человек с детства понял. Нас воспитывал, там, отец на фронте, мать, там, да. Его величество двор, московский. Чужих детей не было. Вот старшие не дадут мне соврать. Всегда вот их, кто-то идет из старших, все, что там так, не так мы делаем. Это его тоже дети. Он тебе не пропустит, там, сколько папиротов, что-то там вырвалось. Он тебе под затыльник, ты еще за ухо приведет. Я там курил, там, ну, половались все. Ты, Галыч, вы курили? Я когда курил, с 7 до 8. Мать выдрала. Ну, какие курятки, там, листья какие-то и так далее. А на работе ей сказали, что нельзя, нельзя. А там как воспитывали? Два предупреждения, третий ремнем. Вот я два предупреждения пропустил, как там меня выдали. Третий раз забежала на обед, побежала работать. Между ними врезала мне два раза всего наше. Но второй пряжкой попала. Вот я два не мог вообще сидеть. И с тех пор не курил. Прекрасно, я ей благодарен. Если право ребенка. Ну, конечно, что... Поэтому, конечно, культура, еще раз, культура, это опыт. Поэтому атаки везде. Вспомните последние события на нашей памяти. При Балтике, смотрите, ничтожные, которые там... И наши молчат, там, миллионы людей, недочеловеки. Почему мы молчим? Почему мы отзываем послов, послов и так далее, и так далее? Ждем, пока Украина еще будет, да? Украина, это наша работа тоже, потому что бросили миллионы своих людей. Населения не хватает. Ну, открой, построи жилье, дай работу. И 20, там, 70, что ли, миллионов наших людей. И из них, там, 15-то минимум адекватные, и образованные, и порядочные вернутся на... Вот тебе решение демократическое. Про жизнь надо действительно поддерживать семьи, многодетные и так далее. Но быстро решение вопроса. Вот в чем нет. Что придумать. Только не вообще приезжайте. Вот тебе работа, вот тебе жилье за даром. Вот тебе дай... Все. Человек уже привязан и будет работать. Не обязательно в Москве. Все бегут в Москве. Огромное посту, слава Богу, до Дальнего Востока. Так сказать, нашли Москве. Ломонос еще сказал. Величная Россия будет перерастать в Сибири. Так вот, это посвященный человек, как Леонид Девинчик. Это связь с Лешим Церезаном. И называть их посвященным. Все уже повторяется. За многие века и тысячелетия человек ведь не изменился. Ну, только раньше был там пешком ходил. Шкура. Теперь модные фраки, там, смокинги. Раньше там на козе, там, на лошадях скакал, на собак ездил. Теперь на фолькшвагенах разъезжает. Но природа человеческая не изменилась. Поэтому человек – это язык и история. Вот, собственно, да здравствует наш русский язык. Великий, могучий. Он был, есть и будет всегда. Ура!